Сегодня едем в деревню, ключей нет. Тритоны будет, да? Привет! Еще вчерашним не всем дали, разницу вычитают. Да, до колес. Долго ли, коротко, ребят? 3 часа 6 минут. Оно накрыть надо. Ну что, пахнет? Пахнет. Привет, ребят, привет, мои хорошие. Сегодня едем в деревню, туда к тёще, получать зерно с запои. Ну как бы пришло то благословенное время. Но дело в том, что Иришка куда-то положила ключи, никак их не найдет. Или ты уже нашла? Машина закрыта, ключей нет. Это новость, ключей нет. Нормально. Вчера вечером молоко отвозили уже по темному. Ира была за рулем, то есть ключи она куда-то как-то засунула, ну по приезду. Так, забираем укос ведра. Нефиг, давай. Но тебе не нужно. А нам пригодится зерно носить. Куда? Выходит она. Где они были? Вот они. Я сначала с воспроизводить действие. Знаешь, думаю, как я шла вчера. А у меня это был пакет еще. То есть, ну как бы пакет, кошелек все. Я видно сюда дошла, пакет поставила и сюда их положила. Ну все. Просто не наожиданное место для ключей было. Червячка, скушайте, успокойтесь. Да. И все будет хорошо, да? Красненькая. Пошли все. Огонь. Ведра взяли, мешки. Как легко нам это дастся. Дастся ли, по-моему, тритоны. Тритоны будет, да, Эр? Чуть больше, чем всегда. Ну, выживает сильнейший. Беляш. Ой, Беляш, Беляш. Да нету вроде. Он нашелся, Беляш. Криволапый. Восьмехер. Чтоб под колеса не попал. А то он такой не соображает, с головой не дружит. Все. Пиш. Дед Вася приехал, он поедет туда до тещи, но погостить. Родственник как-никак. Но узнаете дом, я думаю. Там, где мы делали канализацию, там, где мы, где мы, где мы. Ну, периодически в гости заскакиваем. Он, по-моему, шкрябает. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Вешал кот, сюда подвигай, ага, чтоб не мешало тебе. Закрывай, ага. Не, не, не закрыл, ага. Все, закрыл. Все, помчали. Ты же знаешь, где этот, где там ток, где весовая? Да. Ну, нам туда надо заехать, малыша забрать. А то, что она там с малышом. Потому что сидеть ей до десяти часов минимум. А потом же, ну, как бы, как только там очередь подойдет. Потом же, когда машина придет ждать еще. Ну, бог знает сколько. А он же там балуется. Все равно. Ну, она, говорит, мама. И машины ездят, но как бы большие. Все равно опасно. Он же маленький, и не прищешь его к себе. Сейчас на весовую, ребят, заедем. Там тетя своей очереди ждет с племянником Иришкиным, со своим внуком. Вот его-то нам надо и забрать, чтобы не мешался. Там сходняк. Мощный. Все ждут свою долю. А, вон, тракторок уже взвешивают кому-то. Сколько там тонн и повезут. А вот они, бандиты. Привет. Мы не знаем, что будет эта сама. Я-то третья, но семь человек вчерашних. Ну, я тебе с тобой давай, может быть, останусь? Не, не надо. Я вам тогда позвоню. А, это самая ключи. Вот его чай. А, вы что, не взяли ключи? Не брала ключи. По-моему, нет. И я. А? А, может быть, мы с мужчиной, ну, а тебе локово не забрят? Что-что? Не надо у нас там ключи. Кепку его, на. Угу. Ира, если это сама будете сюда ехать, я вам позвоню. И я. Это там пакет такой-то, что новогодний, на печке стоит. Там документы. Все возьми их. Хорошо, скажешь. Угу. Ключи. И я. А? А? Купила тебе еще вкусняшки. Да, купила тебе еще вкусняшки. А там борщ в холодильнике, если хотите попробовать. Не, мы не голодные. Я доел свою вкусняшку. Доел? Ну, вот видишь, я как раз вовремя подвезла тебе. Пропадал человек без вкусняшки. Что-то досыпают, не хватая, наверное, ведрами. Да. Ехали. Пролазь. Ты вкусняшки забрала? Конечно. Я же вкусняшки тебе отдам. Конечно. Это главное. А вот это? А вот это не надо. А что ты там нашла? Ну, вот это. Вот это? Вот это она. Можешь забрать. Это какая-то игрушечка. Ой. Блоха. Малышка. Ну, как слышали, ребят, там были третьи по очереди, поэтому с утра и приехали так быстро. Думали, ну, быстро раз-раз и привезут. Оказалось, еще вчерашним не всем дали. То есть, в совокупности, семь вчерашних, три сегодняшних десятые в очереди. То есть, я не знаю, наверное, ближе к вечеру. Я так думаю, не знаю. Людей тьма, ребят. Ну, опять же, сюда приехали. Теща уже вроде в конторку эту зашла, но надеемся, как бы чуть-чуть осталось, раз она уже там, в дверях. Просто вот сколько людей просто колбасится, но не в конторке. Тоже ждут. Забито все и машинами, и людьми. Весовая. Машина заезжает пустая, сначала ее взвешивают. Потом зерном. Разницу вычитают. Получается, сколько зерна получилось. Если не хватает, он, ребята, досыпает. Вежуха. Я так понял, еще не скоро теща, даже не зашла туда, еще не выписала бумажки. Потом уже, когда выпишут, надо же еще взвесить, завесить, отвезти. Ребята, уже час дня, с самого утра сидим. Мать Иришкина вообще в 5 утра сюда пришла. Но уже как бы выписали. Бумажка есть, ждем машины. Машины нет. Ну, те, кто успел выписать, они там возят, возят, возят. Мы ждем. Когда придет и наш черед. Но пугает то, что как-то посмурнеет на улице. Такая погодка. Лишь бы дождь не пошел. Самый занятой в мире человек. Вот сюда куда-то, ребята, машины едут, зерно набирают. Какие-то ангары, не ангары. А ну, вон, ворота открыты. Видать, туда тучки не нравятся. Ох. Пол второго, ребята, уже. Еще ждем. Еще даже не загрузили. Нам не отвезли. А еще ж надо заносить в сарай, раскладывать. Ну, ничего. День сегодня ушатаем, зато потом. На целый год счастья, корма. Он машины нагружает. Может он досыпать? А, может много досыпать надо или что-то такое. Трактор ждали, ребята, уезжал. Который грузит зерно. Целое приключение. Машина уехала нагружать зерно. Вернее, людям отвозила. Заглохла, трактор повез ее дергать. Приехала машина, приехал трактор. Ну, сейчас надеюсь, что-то тронется, господа. Мне просто интересно, где была другая машина, ну, то есть та, которая поехала зерно отвозить. Чтобы, что она не могла ехать, дернуть ту, которая заглохла. И пришлось вызывать трактор, который должен в это время загружать машину. Ну, тут все непросто. И все не по схеме. Ну, не по логике, скажем так. Ну, кажись, наша машина, ребят, едет. Свершилось чудо. Дождались. Без семи минут два. Обалдеть. Сейчас нанотехнологии. Ребята, когда не хватает зерна или наоборот лишнее, ведрами отчерпают или дочерпают с прицепом. Чутка перепутал, ребят, не то наша машина была. Ну, вон она стоит, следом приехала. Тут же фиг поймешь, машина за машиной едет, какая, где, что. Вот это вроде как наша. Сказали, едет назад закопать. Мать на машине поехала, а мы на своей машине. Да, мы на своей машине. Как знаем, так и поедем. Ну, слава Богу, будем знать, что она у нас есть теперь. Да, да, лодка тронулась. Ну, теперь главное переносить, сейчас по сараям попрятать, тогда уже все. Пока, ну, на улице еще мандраже, может быть, что-то тучки чуть-чуть. Приехали, ребята, приехали быстрее. Сейчас открываем ворота, стелим целлофан на землю, чтобы на пленку высыпать зерно. И айда-райда. Масть пошла, наконец-то. Ворота интересные. Какую-то гайку надо открутить. Наверное, никакую не откручу. Ключ надо. А я руками катался. Да. В другую сторону надо откручивать. Одну только. А последнее? А, не надо. Оказывается, то не надо. Понятно. А мы дураки крутили ее. Сейчас снять проволоку. В твой штанол ходит. А почему? Потому что он хотел покупаться. Он не купался, но он не хотел. Давай. Прям под машину. Сюда, под машину, под машину. У нас сюда будет сыпаться. До колес. Да, до колес. До колес? Да, да, да. У нас туда будет как... Чуть-чуть. И сюда. Ого. Ведро поставь там просто. Поклади пока. А сами отходь. Сейчас пыляка будет страшна. Давай одно ведро. Сюда одно. Пыляка будет сейчас. Да, да, да. Ничего. Ничего страшного. Грязно. От чего я отойду? От чего я отойду? На. Четенько. Пойдет-пойдет. Сюда подметем. Ну хоть не все-ж. Все, Коля, спасибо. Что ты, сфотографировал, как пляпка? Да, да, да. Для себя. Нет, Коля, это он в интернете тебя теперь покажет. Да я же это зерно. Так надо с ведром, или с мишком. Сейчас все будет. С ведром или с мишком, а так ж. Сфотографировал, как он и носит. А ты ж пока будешь переодеваться, я ж хоть чуть-чуть поношу. Долго ли коротко, ребят? Ну вроде как убавляется. Во всяком случае по визуальному эффекту, по ощущениям. Продолжаем носить. Один сарай забили, сейчас второй. Но места не хватит. На все будем что-то придумывать. Убавляется. А, убавляется? Да. Места, наверное, не хватит. Что-то надо будет придумывать. На половину сделали, ребят. Но место, куда было предрасположено Уже все закончилось Сейчас просто в мешки простые будем и завязывать Других вариантов нет Ну вот как бы оно как было Выбрали хорошо уже Ну вроде прям убавляется На часах 3 часа 6 минут В принципе миссия Выполняется Тучки вроде рассосались Надеюсь дождя не будет, это самое главное Не будет дождя, будет Все хорошо, успеем Уже совсем чуть-чуть Это домой набрали, сразу возьмем Нашим голодающим животным А это в сарай Процесс идет Остатки Остатки бывают сладкие Так, по-другому Накрыть надо Вот столько у нас зерна Подожди Подтекает Ну там же еще у нас один сарай Ребят, деревянные катки Которые складывали И чуть-чуть домой Собрали, наложили Хозяйство покормить Козочка наша Ну вернее Уже тещина Кайфует Полная чашка кукурузы Вода Что, поехали? Да, мамусь, но мы поехали Управились, миссия выполнена Без 15,4 Четко Спать хорошо будем Ну да, размахались уже все Хорошо, конечно Счастливо Все, мамуль, спасибо Ира пошла за дыней Что-то увидела И ей захотелось Срочно Ну что, пахнет? Пахнет, да, понюхай Ну так, у нас только Надо в холодок положить Холодок положим Иначе, ну как, весь кайф сломается Прям без шкурки, без всякого Просто дольки поедим Шкурка несущественная Объедим Фиг, какие мелочи Знаешь, что, как говорят Шкуру когда уберешься Как скажете Так что мы сегодня со с дыней Это нам, как праздник такой Маленький у ребят После труда дня хорошего По бутербродику? Да, это сейчас от душ начала Да, я сама Мырну А потом все остальное То, что так оно как-то не комиксло Не, ну я сейчас Мясо кину, знаешь Ну как бы Пустоцаривается Да Для бутербродика Ну я прям по несколько кусочков Туда заложу Там есть Ага Без чего сделаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!